Приветствую вас! Это интернет-магазин Muscle Shop. Сегодня речь пойдет о том, как правильно заниматься на велотренажере, чтобы похудеть. Это одна из самых распространенных причин, по которой берут велотренажер. Берут в основном женщины, но берут также и мужчины. И основная цель их скинуть лишний вес. Итак, как же это можно сделать именно на велотренажере? Чтобы похудеть на велотренажере, вам нужно понимать две вещи. Первая это только один велотренажер не даст вам ощутимых результатов, вам нужно придерживаться еще и определенного питания. Потому что если вы кушаете все подряд, в любое время или вообще наоборот, как многие питаются раз в день или два раза в день, и думаете, что они пришли в зал, там часик позанимались, то хочу вас расстроить. Особого результата вы не увидите, даже если занимаетесь регулярно. Первое, что нам нужно учитывать при занятиях, это ваш пульс. То есть вы должны заниматься с учетом того, что ваш пульс не должен, вернее, должен быть в рамках примерно вот 65-75 процентов от максимального вашего пульса. Как высчитывается максимальный, это 220 минус ваш возраст. Это будет максимальное ваше значение рабочее, лучше которого лучше не подниматься. И соответственно, чтобы сжигать калории, вам нужно вот в этих рамках 65-75 процентов, поддержать ваш пульс. Но, к сожалению, датчики пульса, которые находятся вот здесь, на велотренажере, они не всегда отображают корректную информацию. Это связано с рядом причин. Во-первых, у вас руки во время тренировки потные, мокрые. Во-вторых, хват может быть разным во время тренировок. То есть нет довольно четкого такого вот и плотного касания рук с датчиками, и от этого могут показания гулять. Поэтому не рекомендую вам основываться на показания с велосипеда. Ну, как это, не банально, не странно, потому что все велотренажеры имеют пульсометр, и все как бы для этого предназначены. Но, если сравнить с реальным показанием, вы увидите разницу. Поэтому лучше из всего использовать нагрудный датчик пульса. Даже не вот эти наручные, потому что там тоже есть свои нюансы. А вот самое точное показание будет с нагрудного датчика, который вешается вот сюда на грудь. Сам датчик, индикатор это в виде часов. Вы вешаете на запястье и смотрите показания своего пульса. Вот это будут максимально точные показания. Соответственно, вам нужно, ну, изначально, конечно, вы начинаете упражнения с, там, с 10 минут, к примеру, по самочувствию смотрите. В идеале вам дойти, там, до часу. Свыше 40 минут, там, 30-40 минут у вас уже начинается процесс сжигания инфраструктуры, сжигания жира. Поэтому, вот первая рекомендация, придерживайтесь пульса в этих рамках. Как этого добиться? Просто крутя педали, там, на единичке, к примеру, это сложно добиться этого. Опять же, смотря какой уровень подготовки у вас. Но, легче всего добиваться таких результатов с помощью интервальной тренировки, или круговой тренировки, как она еще называется. Касательно круговой тренировки. То есть, этот процесс тренировки, как раз, вызовет у вас максимально, максимально интенсивное фотоотделение, соответственно, сжигание жира. Для этого вам нужно придерживаться определенных правил. То есть, вы, ну, опять же, есть разные методы, но, вы, к примеру, занимаетесь, там, 5 минут в спокойном темпе. 5 минут, наверное, многовато. Для начала, там, 2 минуты в спокойном темпе. И потом, к примеру, минуту вы занимаетесь, опять же, если у вас есть датчик пульса, то есть, вы контролируете эти значения, занимаетесь в предельном для вас значении, то есть, до 70%, до 75%, чтобы пульс проходил максимально. И вот в таком интервале вы занимаетесь минуту, потом вы опять снова переходите в спокойный темп. Сердечко начинает постепенно, пульс падать, сердечко восстанавливается, вы крутите педали. До рабочего вашего пульса, да, к примеру, там, рабочий, кстати, пульс у вас будет, ну, у всех он разный, но, как его определяют, то есть, 60% от максимального, это вот рабочий пульс, которого можно начинать интенсивные тренировки. То есть, сначала, для чего вот начинают это всё, повышают показания пульса, чтобы кровь начала приливать к организму, ну, вернее, к организму, во все точки нашего тела. Мышцы разогреть, не было потом травм, и вот как раз эти параметры, вот, 60% от максимального пульса, это и есть рабочий, рабочий ритм, скажем, организма, когда он уже готов к тренировкам. То есть, вы вот занимаетесь две минуты в таком темпе, потом снова у вас минута интенсивной нагрузки. И вот таким образом, меняя нагрузку, меняя, чередуя показания пульса, соответственно, вы нагружаете свой организм гораздо сильнее, чем просто если бы вы крутили педали в определенном темпе, постоянно, без каких-то либо, без каких-либо нагрузок. Вот в таком темпе можно заниматься, и у вас будет гораздо лучше результат. Вот таким образом можно и добиться больших показаний касательно сжигания жира во время тренировки, ну, в частности, на велодренажере. Хотя эти показания, вот эта интервальная тренировка, она довольно давно используется, ну, у нас она, в принципе, недавно, но вообще на Западе она довольно давно используется. И с использованием этого процесса, вот этой методики тренировки, можно добиться очень хороших результатов. Причем этот метод интервальной тренировки используют во всех видах спорта. У вас повышается выносливость, у вас сердце тренируется, и у вас потом, в частности, падает пульс, когда вы таким образом занимаетесь постоянно, и у вас потом уже пульс будет меньше. Если брать, вот сейчас, допустим, пульс у вас после тренировки, к примеру, там будет 120 ударов в минуту, или минуту, да, после тренировки. Через, к примеру, там пол месяца таких занятий, вот интервалами тренировки у вас пульс может быть. А, а то это 90 ударов в минуту после тренировки сразу. Соответственно, ну, это говорит о чем? Что сердце тренируется, мышца сердечная растет, и ей меньше нужно сокращение делать для перекачивания крови по всему телу. То есть, ну, какая вот задача, да, у нас вообще в целом? Тренировать сердечную мышцу, ну, а, соответственно, если вы занимаетесь в таком темпе, то вы и скинуть личную мышцу. Что необратимо будет, если вы будете в таком режиме заниматься. Сколько нужно заниматься, да, вот на велотренадоре? Вообще, в идеале, хотя бы каждый день занимайтесь. По времени это зависит от индивидуально, от каждого человека. Смотрите по своим возможностям и, естественно, по пульсу. Начните с 10 минут хотя бы. И доходите вот до часа. Можете каждый день? Замечательно. Не сможете? Делайте хотя бы через день. Если не сможете через день, делайте хотя бы через два дня. Главное, чтобы вы занимались и не останавливались. Если у вас будет движение вперед, неважно, там, интервала, вы все равно почувствуете результат, вы почувствуете себя лучше, и, естественно, вес тоже будет уходить, и он никуда не денется. Если у вас будет правильное питание и у вас будет режим. То есть, манировки регулярные. Ну, естественно, конечно, еще и сон добавится, но это уже отдельная история. Ну, в целом, занимайтесь, старайтесь заниматься как можно чаще. Все будет в порядке. Я надеюсь, я осветил этот вопрос сегодня, как смог. Если было интересно и полезно, поставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Все тренажеры, которые есть в наличии и даже которых нет, которые можно заказать на нашем сайте, вы можете посмотреть ниже по ссылочке тоже. Отдельно от меня будет скидка по промокоду, который тоже ниже в описании. Заказывайте. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Надеюсь, было полезно и интересно. Так и будет с вами Сила. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok